На канале репортер колонка редактора я по-прежнему Виталий Хемий. Разумеется, говорим о главном событии недели. Это обращение президента Украины народу и анонсированная тысяча гривен каждому привитому гражданину Украины. Разумеется, сама идея уже получила популярность в интернете. Немалое количество мемов уже организовано благодаря инициативе президента Зеленского, начиная от того, что когда-то еще была июля на тысячи, даже я ее застал. Помните, ну может вы не помните, но я вам расскажу. Это когда премьер-министр Украины решила каждому компенсировать, каждому гражданину, который потерял деньги на сберегательные книжки времен Советского Союза, так вот компенсировать эти потери тысячи гривен. Я, по-моему, свою так и не получил. На меня тоже родственники открывали книжку. Такое вот воспоминание. Но, тем не менее, инициатива Зеленского получила такой отклик. Сама идея, на первый взгляд, не кажется такой уж критикуемой и абсурдной. Но то, как ее комментировали приближенные к Зеленскому люди, люди, которым, ну в принципе, можно и не верить, но у них мандат партии президента, они где-то там в кругах правительственных и парламентских обитают. Может быть, они что-то знают. Сначала появилось объяснение, да. Сначала вот было слово президента, а потом тут же пошли объяснения. Что сказал Владимир Зеленский? Да, вкратце, если вдруг вы забыли. С 19 декабря будет запущен механизм через приложение ДИЮ. Каждый, получивший две вакцины, получит тысячу гривен. Было понятно, что это не живые деньги, это деньги на то, чтобы компенсировать бизнес у их потери. Спортзалы, концерт-холлы, выставки, какие-то культурные учреждения, а также перемещение поездом или самолетом по Украине. Остались вопросы после обращения президента. В первый же день после этого выступления один из депутатов сказал, что на самом деле деньги будут давать только тем, кто начнет прививаться с 19 декабря. Улавливаете, да, президент? Точнее, не президент, хотя Владимир Зеленский говорил два с половиной года назад, что каждый из нас президент, а представитель президентской партии, депутат, тормозит вакцинацию. Потому что было понятно, что если давать деньги, пусть и небольшие, будут только тем, кто начнет прививаться с 19 декабря, что же будет до 19 декабря? К счастью, депутат тут же забрал свои слова обратно. Затем появилось в сети еще одно пояснение, что потратить эти деньги можно будет не на любой спортзал, не на там любой там концерт или выставку, а только на то предприятие, да, которое официально зарегистрировано, у которого есть там определенное количество сотрудников, которое платит налоги. То есть, в общем, такая непростая схема. Ваучер есть, ваучер получат все, а вот как его потратить? В этом уже есть небольшие непонимания, небольшие проблемы. Тут же появился третий, да, вот фактор важный. А что делать тем, кому, в общем-то, ДИА не нужна? Это пенсионеры, люди, проживающие в селах, кому, в общем-то, и не нужны по разным причинам концерт-холлы, фитнес-центры, перелеты во Львов, в Харьков и в Киев. Но эти деньги бы, да, этот ваучер на тысячу гривен не помешал бы на приобретение лекарств, на покупку дров, угля, оплаты коммунальных услуг, газа и так далее. И так получилось, что ответа на этот вопрос пока что у руководства страны нет. И тут мы приближаемся к главной, ну, претензии, да, простите вы мне это слово, к президенту страны, главному большому вопросу. Зачем нужно было анонсировать идею с поощрением привитых граждан, вакцинированных, если механизм получения, механизм траты этих денег пока до конца не продуман. Может быть, нужно было сначала собрать политтехнологов, депутатов приближенных к обмин, проработать, разработать, привести к некой программированию, да, прогнозирование даже, я бы сказал, потенциальных ответов на потенциальные вопросы, и уже выступить на предмет того, что мы дадим тысячу гривен неживыми деньгами на то, чтобы, для того, чтобы мы смогли помочь нашему бизнесу, ну, и вы смогли там совершить небольшое путешествие, сходить в спортзал, на концерт. Список учреждений, которые принимают ваучеры от нас, от государства, прилагается, и вот с ним можно ознакомиться на таком-то сайте, это я уже подсказываю, как можно было бы поступить на таком-то сайте, и список этих фирм, компаний, которые будут оказывать вам услуги, он будет пополняться. Ну, допустим, давайте вот самый простой пример, мы все знаем компании авиаперевозчики, с железной дорогой тут все проще, тут есть монополиста Укрзалезница, это иначе деньги не потратишь, только сев, купив билет от Укрзалезницы. С авиаперевозчиками у нас есть какая-нибудь демократия, есть, допустим, МАУ, есть SkyUp, допустим, вот с МАУ удалось договориться на них тысячу гривен, естественно, доложив, иначе смысл вводить весь этот ваучер без того, чтобы забрать часть денег у населения, я не вижу, это, по-моему, очевидно. Вот, допустим, с компанией SkyUp договориться не удалось. Что происходит? Идут переговоры, SkyUp тоже входит, допустим, в пул тех компаний, которые примут этот ваучер и получат необходимое, допустим, финансирование из бюджета. Мы знаем, что сейчас 3 миллиарда, потом еще 3 миллиарда, и таким образом и волки, и овцы будут немного сыты. Я перефразировал одно известное выражение, я не перепутал, не переживайте. Опять-таки, сама идея, она не должна подвергаться критике, если кто-то станет хотя бы чуточку счастливее. Но, на мой взгляд, по-моему, официальная информация, можете проверить, такое вот массовое поощрение, пусть и даже копеечной суммой, в большинстве стран даже вообще не рассматривалось. Тут же один, может быть, только фактор, главный фактор – вакцинация, она уменьшает риски. Она, в общем-то, если хотите, дарит нам годы жизни, может быть. Почему нет? И обменивать вакцинацию на тысячу гривен, ну, как-то это немножко даже расстраивает. Вы обязательно вакцинируйтесь, обязательно зарегистрируйтесь в ДИИ, получите тысячу гривен, потратьте их в свое удовольствие. Но, тем не менее, подумайте на досуге об этом, а именно о том, почему президент правительства решила таким образом продвигать вакцинацию. Кстати, вот была идея, что было бы, если бы наша власть сказала, что вакцинация платная, и мы в целях, чтобы популяризировать эту идею, сделаем там небольшие скидки. Было бы больше людей в центрах массовой вакцинации? Я думаю, что да. А бесплатному у нашего народа такое вот в крови недоверие. Да, увы, это так. Это была колонка редактора, я по-прежнему Виталий Хемий, оставайтесь на репортере.